Ровно неделю назад Верхнеуральская компания отмечала год со дня своего существования. Скромная дата сия была приурочена к открытию ликероводочного завода. И это было третье рождение предприятия. Вы человек молодой, сравнительный. Вы же не помните, допустим, что в Магдагорске всегда ценилась водка Верхнеуральская выше всех. Или рассказывали? Старожилы Верхнеуральского ликероводочного завода рассказывали, что Верхнеуральская водка раньше ценилась, можно сказать, во всем Советском Союзе. И даже некоторые образцы шли на экспорт. Здесь была сделана водка, которая называлась «Уральский десертный напиток» на базе Черемухи. С запахом миндаля, по-моему, да? Да, с запахом миндаля, который разработан был непосредственно на Верхнеуральском ликероводочном заводе. Завод был основан с 1862 года, Пономаревый, на, можно сказать, родниковой воде. Хозяин завода Рытов ежегодно докладывал своей патронессии купчихи Пономаревой в Питер. В Верхнеуральске на акцизы построена больница, открыта гимназия, возведен Никольский собор. В 1917 году это безобразие было прекращено. И только в 1930-м на волне НЭПа завод восстановили. Кстати, Монетогорская ликерка тогда была филиалом Верхнеуральского завода. Так вот, к 1985 году, уже нашего столетия, к моменту второй победы большевиков над отечественной водкой, завод выпускал 32 наименования изделий. Николай Геннадьевич, для того, чтобы вложить деньги в предприятие, Вы просчитывали прибыль. И вот за сколько примерно лет можно окупить затраты? Ну, на сегодня смертная стоимость нашего завода по вложениям где-то составляет около 2 миллиардов рублей. Но учитывая, что у нас, мы привязаны, в общем-то, к местным источникам сырьевая, база здесь довольно-таки хорошая. Около двух лет срока окупаемости нашего завода. То есть деньги вложить это одно, второе, возродить былую славу, то есть традицию, чтобы люди поверили, что это вот наша новая продукция, она не хуже прежней, так? В принципе, да, ведь понимаете, у каждой фирмы настаёт такая пора, когда, по большому счёту, нужно какое-то большое политическое, если хотите, решение. Поэтому, ну, в нашем городе, когда там кругом монополия на металл, на другие виды продукции, естественно, взор обратился только в район. Поэтому при согласовании района мы собрали собрание учредителей и однозначно решили, что мы, по крайней мере, попробуем это сделать. Ну вот, как видите, год за воду, день рождения. Ну, вы-то люди пьющие? В определённой мере. Умеренно пьющие? Нет, я по образу жизни пьющий человек. Нет, абсолютно. То есть ваше намерение, в общем, заниматься производством водки, обусловлено, видимо, и тем, что хватит поить народ заморским пойлом. Да, мы стремимся к тому, чтобы водка наша была качественной, и чтобы народ повернулся именно к родной водке, к производству родной водки. И народ обязательно повернётся лицом к отечественной водке, потому что только первая очередь восстановленного завода включает в себя две линии по разливу 12 тысяч бутылок в смену каждая. Вскоре войдут в строй ещё две небольшие линии для десертной продукции. В Подмосковье уже заказана керамическая посуда для подарочных наборов. Кстати, глиняная бутылка – это дополнительная очистка водки от севушных масел. Здесь вообще очистке уделено особое внимание. Кроме угольных традиционных фильтров, особые сортоводки, к примеру, посольская, будут очищаться через сухое молоко. Когда пришли мы год назад сюда, здесь на заводе работало 8 человек. Сейчас мы обеспечили на сегодняшний день работу 85 человеком. Это ещё мы завод не пустили. В дальнейшем мы планируем, что у нас на заводе будет где-то в пределах 150 человек работать. То есть получается ударим водкой по безработице, да? Разумеется так. Тем более мы, в принципе, тянем большую социальную программу района. Отапливаем помещение. Причём плату за отопление мы не берём. Это всё ложится на нашу себестоимость. Поэтому мы преследуем не материально, а в данный момент чисто политические цели. То есть морально-нравственные, так? Возможно, да. Антон Ильич, что выиграет и в чём выиграет город и район от того, что возрождаются славные водочные традиции? Ну, во-первых, при пуске этого завода налог на акциз до 7 миллиардов в область пойдёт. В том числе и для нашего района. То есть... То есть им все выиграем? Выиграет область и район в целом. 7 миллиардов налогов – это солидно. У нас практически сейчас большого крупного производства в районе нет. И надеемся, что с пуском этого завода наш бюджет как-то, значит, улучшится. Главное, ради чего затеянное восстановление завода – это верхнеуральская вода. Её возили в Санкт-Петербург на анализ по гидрометрологии и ахнули. Мягчайшая, с особыми минеральными добавками. И все эти четыре этажа очистных мощностей, где чаны доводные, напорные, для отстоя, предназначены только для одного – чтобы природные качества чудо-воды сохранить и даже улучшить. Так что, роялисты, а я имею в виду любителей зарубежного спирта роял, абсолютно забудьте о двух буквах «Ф» на фамилии Смирнов. Станем же, в конце концов, патриотами родного отечества. Тем более, что это и для здоровья оказывается полезно.